Книги Донбассу Серпухов присоединился к областной акции регионального отделения партии «Единая Россия». Художественные произведения и учебники от жителей городского округа передадут детям из Донецкой и Луганской республик. Снежные истории, русские сказки, айболит, повести и рассказы ждут своих читателей из Донецкой и Луганской республик. Книги для детей в приемную местного отделения партии «Единая Россия» продолжают приносить целыми коробками. Эти школьники передают энциклопедии. Каждый человек должен оставаться неравнодушным другим таким же людям, как и они, в том числе и к ученикам. Хотелось бы пожелать им знаний, здоровья. Очень будем рады, что они будут учиться по этим учебникам. А специалисты комитета по образованию передали детям Донбасса учебники «Живое слово» и словари русского языка. Я думаю, что дети, которые будут учиться по этим учебникам, не один раз добрым словом вспомнят тех, кто для них эти учебники собирал, потому что они замечательные, очень добрые и правильные. Это действительно хорошее дело, благое дело. И я думаю, что дети, которые получат в подарок литературу, учебники в первую очередь, мы именно делали акцент на учебной литературе, в то же время принесли художественную, она обязательно будет востребована и пригодится нашим детям. В пункте сбора книг очередь не заканчивается. Желающих поучаствовать в акции становится больше с каждой минутой. Депутаты Совета депутатов принимают участие во всех акциях и в сборе гуманитарной помощи, и в этой в том числе. И, естественно, мы никогда не будем оставаться в стороне. Собрали интересные, нужные книги, которые, надеюсь, очень помогут ребятам, которые сейчас находятся в непростой ситуации. К областной акции книги Донбассу с большим удовольствием присоединились и мы, журналисты Серпуховского информационного агентства. Мы подарим ребяткам книгу нашего Серпуховича Валерия Турлакова, в которой он собрал свои произведения, которые писал на протяжении 30 лет дочери и внукам. Они очень добрые, шуточные, отзывчивые. Приятно осознавать, что уже через несколько дней эти книги будут листать ребятки из Донецкой и Луганской республик. Наше знакомство с незрячим поэтом началось в начале 2020 года. Моя коллега Олеся Кенфеева сняла фильм о незрячем поэте из Серпухова Валерии Турлакове «Видеть мир стихами». Тогда он рассказал о своей мечте издать книгу детских стихов. Через год после выхода фильма в эфир заветное желание сбылось. Книга была издана, но половина тиража оставалась лежать в его квартире. Мы решили, так быть не должно. Вызгадите, пожалуйста. Благодарим вас. Эти книги мы подарим детям. На вопрос, насколько счастлив, что книга стала реальностью, Валерий Евгеньевич ответил стихами. По духу, не по плоти, своя оттада я, В роскошном переплете кровинушка моя. Ну что, сосед барыга, подсчитывая ИКИУ, Возможно, эта книга изменит жизнь мою. Кручу, как будто глобус в порыве азарства, Мой дерзновенный опус земного естества. Пусть крик его не слышен и запретют молвы, Я прыгнул выше крыши, Тем паче головы, и вознесен искусством до уровня творца, И наслаждаюсь чувством счастливого отца. То есть кровинушка. Ну а как же, ведь я же написал ее больше 30 лет. Теперь дети из Донецкой и Луганской республик будут наслаждаться чудесными стихами незрячего поэта Валерия Турлакова и еще множеством различной литературы. Акция проводится в преддверии Международного дня детской книги по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Я хочу поблагодарить всех неравнодушных, поблагодарить образовательные учреждения, детские сады, учреждения культуры, которые приняли участие в сборе книг. И сказать, что это очень нас всех объединяет. Я неравнодушно отношусь к детям Донбасса, и я очень хочу, чтобы наконец-то у них над небом появилось мирное небо. Присоединяйтесь к акции и дарите детям книги. Книги для детей Донбасса можно передать в местное отделение партии на улице Советская, дом 61, дробь 10, 4 и 5 апреля включительно, с 9 до 18 часов. Позже их направят в исполнительный комитет Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», а затем ребятам из Донецкой и Луганской республик.